Мы рождены, чтобы испытывать боль, но когда эта боль вызывается искусственно, что-то пошло не так. Здравствуйте, всем привет, меня зовут Фил Кек, и в этом видео я расскажу вам о селф-харме. А точнее, дам прям четкие и понятные советы, как избавиться от этого селф-харма. Без воды, без каких-то предысторий, расскажу вам, что нужно делать в такой ситуации, потому что если вы нажали на это видео, скорее всего, у вас уже с этим сформировалась какая-то проблема, и вы хотите завязать с этой привычкой. Но если вы на это видео попали случайно, я могу вам сказать, что селф-харм – это очень хитрая штука, которая может проявляться по-разному, и может так оказаться, что у вас есть такая склонность. Поэтому посмотрите это видео, вы избавитесь от некоторых мифов, вы станете понимать лучше, как работает вообще человек, и, возможно, вы сможете помочь своему близкому человеку, который страдает от селф-харма, скинув ему это видео или просто пересказав все то, что расскажу сейчас я. Тема тонкая, тяжелая, я понимаю, но все же пожелаю вам приятного просмотра, потому что посыл у меня сугубо позитивный и выход есть, как говорится. Начнем. Итак, первое, что нужно уяснить. Селф-харм – это очень распространенное явление. Им страдают не только подростки, это могут быть взрослые люди. Просто все наши проблемы, они могут возникать либо в детстве, либо в подростковом возрасте, и они вот так вот тянутся, тянутся, тянутся и перетекают во взрослую жизнь. И потом уже забывается, что какое-то поведение, оно на самом деле является симптомом. Давайте я вам дам определение. Селф-харм – это намеренное причинение боли своему телу. Как вы понимаете, к этому относятся не только порезы ножом или лезвием. Это может быть отказ от пищи, голодание, намеренное истязание своего тела, вечные диеты, которые могут перерасти в анорексию. Это постоянное расцарапывание своего тела в каких-то местах, либо намеренные ожоги своего тела и прочие вещи, которые нацелены причинить своему телу боль. Те, кто уже вот в этом селф-харме побывали или регулярно испытывают такие состояния, замечают, что это им помогает. И они абсолютно не врут. Если вы думали, что селф-харм – это просто делают подростки для привлечения внимания, вы вообще далеко не изучили эту тему. Потому что сам селф-харм может приносить удовлетворение и эйфорию. Вот так мозги человека работают. Это просто определенная адаптация в какой-либо ситуации. Если вот такие навязчивые ритуалы самоповреждения себя человеку помогают, приносят какое-то удовлетворение, то он будет продолжать это делать. И это превращается в привычку, от которой сложно действительно избавиться. Но, конечно же, возможно. Ни в коем случае я не хочу сказать, что если это кому-то помогает, то нужно это романтизировать и говорить, что вот, да, это круто так заниматься этим. Прошаренные люди вам скажут, что вот этот селф-харм, он может вылиться во что-то очень, ну, нехорошее. И регулярные порезы, ну, это самому человеку надоедает этим заниматься. И вот эта романтизация, которая присутствует где-то там в пабликах, в каких-то каналах там, в обсуждениях между, там, одноклассниками или друзьями, которые говорят, что селф-харм – это круто. Это все подпитывает и не помогает вообще решить проблему, потому что это как вот вредная привычка, у которой есть причина. На первый взгляд причины очень простые, но то, что вот как с ними справляться, это всегда сложно, потому что это могут быть очень сильные эмоции. Если вас накрывает волной вот этих сложных эмоций, и в которые вы не можете разобрать, но и не чувствовать их вы тоже не можете, то есть подавить вот эти, в том числе, инстинкты, сложно вообще как-то действовать, как будто вы, знаете, замираете, и вы вот хотите сделать хоть что-то, и селф-харм для вас выход. Но нужно просто понять, что любые эмоции имеют место на существование, на реализацию. То есть моя вот эта привычка, она была не просто потому, что я вот такой вот говно, я этим занимаюсь. Есть какие-то причины, есть какие-то эмоции, есть какой-то негатив, который просто сложно переварить. Удивительная особенность селф-харма в том, что им может человек заниматься даже без суицидальных мыслей, то есть без депрессии. Ведь, кто не знает, депрессия — это иллюзия, которая в голове незаметно нашептывает вам, что единственный выход — это умереть. Это не так. Это вот обман, это, знаете, вселенский обман собственного мозга, который проектируется благодаря тому, что вы видите. То есть на вас влияет та боль, которая в вас помещается, и вы это все интерпретируете, точнее, депрессия все это интерпретирует в смерть. Смотрите, это может происходить, потому что вы чувствуете вину. Может возникнуть вот такое стойкое убеждение, что вот этой болью вы себя наказываете, вы выводите себя из какого-то сложного состояния, то есть за то, что вы у себя в голове, вот у вас какое-то убеждение есть, что вы делаете что-то не так. Так, главная мысль. Человек — это сосуд, в который другие люди помещают свои страхи, свою злость и вину в том числе. Смотрите, чтобы это понять, нужно разобрать, в чем отличие стыда и вины. Стыд, он прививается окружением, то есть людьми вокруг. Он может прививаться вашими друзьями, вашим партнером, вашими родителями, вашими одноклассниками. Вы чувствуете стыд за то, что вы сделали. И это родилось у вас не в своей голове, то есть это вам поместили это, чтобы вы об этом подумали. Представляете вот масштаб вот этого обмана? Потому что вина — это то, что вы сами интерпретируете в голове как какое-то плохое событие, плохое действие. То есть это совесть на самом деле. То есть у вас в голове есть свой голос, который говорит вам, что правильно делать, а что неправильно. Но секрет в том, и вот главный ужас, что когда стыд переваливает ну вот какую-то определенную черту, то он смешивается с виной. Понимаете? То есть сейчас вы можете ощущать вину, вы думаете, что вы в чем-то вот жестко просто облажались, вы уверены в том, что это ваши мысли, но это было вложено другими людьми. Вы как сосуд, который заполнен какой-то злостью, страхами и каким-то, какой-то печалью. И self-harm — это для вас как просто открыть крышку, чтобы вот эта боль вырвалась из вас и чтобы вам стало полегче. Вот что на самом деле происходит. И вот эти бурные эмоции возникают у вас внутри, потому что просто очень много копится и нет какой-то отдушины, понимаете? Если постоянно в человека сливать негатив в него как в ведро, то в любом случае будет какая-то жесть, которую человек будет с собой делать. И, возможно, вы даже этого просто не осознаете. У меня так было. Когда я учился в школе, я попал в очень плохой коллектив, мне было вообще хреново по всем фронтам. И я потом понял, что в меня вкладывали вот эту злость, вот это говно, в меня это все вливали, вливали, и у меня случались психозы, нервные срывы. Однако до селф-харма у меня не дошло, потому что я погрузился полностью в компьютерные игры, в интернет. Каждый человек индивидуальный. То есть кто-то может как-то погрузиться, отвлечься, а кому-то сложно. Так вот, вам нужно просто-напросто послать на... людей, которые вас стыдят. Стыд вообще испытывают все люди, практически вот в разных, конечно, пропорциях, но испытывают. И вам нужно просто внести нотку безразличия и перестать себя наказывать. Я видел людей и в интернете, и в реальной жизни, которые занимаются какой-то формой селф-харма, но они вот выглядят прекрасно. Это хорошие люди, которые ни в чем не повинны, которым просто систематически внушали стыд. И они просто поверили в этот стыд и превратили его в совестную вину. Нужно сказать всем людям, пошли-ка вы на... Я сам или сама решаю, что я буду делать в этой жизни, как я буду выглядеть, послать все эти стереотипы, условности, какие-то моменты, как вам, говорят, нужно себя вести. Вы уникальный человек, и вам нужно ценить свою уникальность. И это очень важно, потому что если вы будете свою внешнюю и внутреннюю уникальность куда-то закидывать в дальний ящик, потому что какие-то люди, да даже родители вам говорят, что вы постоянно не должны, вы постоянно некрасивы, вы постоянно неправильны. Это они неправильные и токсичные люди, которые подрывают ваше право быть тем, кем вы хотите быть. И не путайте вот что. Некоторые люди могут вкладывать в вас какой-то образ человека, которого они хотят видеть перед собой. То есть они строят ваш образ, и вы уже поддаетесь этому образу в голове. Так вот, нет ничего плохого в том, чтобы стремиться стать лучше, чтобы, ну, стараться как-то развить какие-то свои качества, стать лучше. Но ни в коем случае не пытайтесь отвергать то, кем вы являетесь изначально. Примите всю свою красоту, все свое уродство, все свои особенности, всю свою жизненную ситуацию. Вы просто ее принимаете и отыгрываете роль. Отыгрываете ту роль, которую вам преподносит этот мир. Просто, блин, будьте собой. Это простая фраза, но вот если вы научитесь этому, то вы начнете спокойнее относиться к какому-то своему состоянию. Вот даже если вы чувствуете, что ничего не чувствуете, у вас вот какая-то вот полная апатия, ну, примите это, примите, проживите этот этап в жизни. Апатичный этап в жизни, он сменится. Вы не будете таким вечно. Личность развивается. Мозги там до 25 лет развиваются. И то эта информация еще... Мозг нейропластичный. Можно измениться там вот в любом возрасте. Среда нас тоже очень сильно формирует. Поэтому постарайтесь изо всех сил вот в голове отделить стыд и вину. Вот если вы реально насчет этого подумаете, вот месяц пройдет, два, вы поймете, что, блин, вы не виноваты ни в чем. Все нормально. Просто вот какие-то есть неприятные люди, которые вам вот внушили какую-то вот эту вину. Это самый главный способ, который я вам предлагаю. Но есть еще один момент, который может помочь. Как я уже до этого сказал, самоповреждение и селф-харм в разных формах, это может быть не только наказание за что-то, а это может быть от переизбытка каких-то вот именно эмоций, которые волной тебя накрывают. Так вот, дедушка Фрейд придумал просто гениальную штуку, которой многие пользуются. Называется это СУБЛИМАЦИЯ! На этом строится творчество. Творчество — это уродливость, которая перевернута во что-то прекрасное. И прошу заметить, это не романтизация, я ни в коем случае не преувеличиваю. Я занимаюсь творчеством уже где-то около 10 лет. И я просто понял то, что вот даже какой-то альбом музыкальный, который ты пишешь, он может на тебя сработать терапевтически. Ты просто вот эту всю боль, ты ее куда-то вот выплескиваешь как бы на холст, понимаете? То есть в каком-то смысле вы перестаете свое тело использовать как холст. Это реально работает. И вот в итоге мы пришли к тому, что нужно просто сместить свой спектр внимания на какую-то другую деятельность. То есть не нужно подавлять свои какие-то эмоции, свою заглушенную какую-то, заглушенные переживания. Но и вот так вот вспарывать себя и изнемождать себя, это не приведет к каким-то к избавлению от этой боли. Она всегда присутствует, потому что такова жизнь. Мы рождены, чтобы испытывать боль. Она всегда будет с нами. Но страдание — это всегда выбор. Выбирайте творчество, выбирайте сублимацию, а также избавляйтесь от стыда. Это вам очень поможет наконец-то быть собой и не стесняться этого, быть настоящим, быть в этом моменте, чувствовать эту жизнь по-разному, весь этот спектр. Но в конце концов, когда вы перейдете в новый этап своей жизни, вы увидите, что вы стали опытнее, вы стали мудрее, вы стали лучше себя понимать. И уже не нужно причинять себе боль, наказывать себя за что-то. Ведь каждый день жизнь и так преподносит тебе боль, которую ты можешь интерпретировать во все что угодно. И любая боль рождает любовь. И наоборот. Я надеюсь, что после этого видео у вас получится перестать, как-то знаете, отпустить, вот реально, отпустить всю эту ситуацию, отпустить свое намерение все вот это контролировать. И жизнь приведет вас в удивительные места. Вы даже представить не можете, в какие. На этом все. Если у вас есть свои истории, посвященные селф-харму, то, пожалуйста, пишите в комментарии, не стесняйтесь. Нужно об этом делиться, нужно это проговаривать. Предлагайте свои идеи для видео, если вас что-то тревожит, у вас есть какая-то нерешенная в голове штука, о чем-то вы хотите со мной поговорить, в качестве вот так вот видео и комментариев. Я с радостью запишу ролик. Спасибо. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok